Всем салют, с вами Павел Князич Мы всё ещё сидим дома из-за этого грёбаного вируса Собака сутула Никакого вируса нет Иди лучше к бурбочку покопай Туда ядец Не знаю, что это было, но мне почему-то захотелось завести трактор И вообще, почему я снимаю мобильный аватарий в компьютерной? Волшебная сила перемещения Как-то лучше А вообще, если тебе интересно, какие бесячие ситуации есть в компуктерной версии Ссылка на экране, можешь глянуть А какие же моменты бесят в мобильной аватарии? Неужели настолько всё плохо? Ну, насколько это плохо, я не знаю Главное, что это бесит Бесит почти каждого игрока И сейчас мы узнаем, что это за моменты такие Возможно, когда-то тебе приходилось с ними сталкиваться И причём не раз И поэтому поехали Ты всё ещё не знаешь, где взять рабочие промокоды? Переходи по ссылке в описании на мой сайт И иди вниз Рабочие промокоды Как для компуктерной аватарии Так и для мобильной Используй их пока времени истекло Также ты можешь заказать на этом сайте рекламу Ну или какой-нибудь другой товар Ссылка в описании Рекламщики Почти на каждом событии есть эти грёбаные рекламщики Куда бы ты ни зашёл, они везде Вот чё тебе здесь надо? Какого хрена ты здесь делаешь? Зачем? А ты давай создай своё событие с конкурсом красоты И вали на него Жди спокойно участников Почему тебе так спокойно не живётся? Что с этими рекламщиками не так? И главная их отличительная черта Это наглость Насколько же надо быть наглыми Чтобы прийти на чужое событие И рекламировать своё событие? Вы что, с ума сошли? И ещё раз Что с вами не так? Да только посмотри Здесь их куча Им буквально деть себя некуда Вот настолько их много Зачем они приходят на события? Чтобы себя прорекламить? Вы что, издеваетесь, что ли? И с этого очень сильно бомбит Представь себя на месте создателя события И что к тебе навалилась куча рекламщиков Причём это могут быть как просто рекламщики Так и отъявленные мошенники Ну, как говорится Лох не мамонт, лох не вымрет А вот рекламщики это беда Все ко мне, даю VIP Промозаподы обязательно ко мне Набор в склад, ко мне Подходи, покупай свечи, баклажан Вот просто зачем? Если ад и существует То это одно событие И на нём все рекламщики Кроме, конечно же, тебя Я создаю события, чтобы приходили ко мне А не к вам Если так хотите, чтобы к вам пришли Создайте события И сидите тебе тихо Зачем мешать людям? Подстаньте! Причём такое чувство, что ты нужен только рекламщикам В котором ты ни хрена не нужен Им нужно твоё событие Чтобы рекламить своё событие Магазин ко мне и продам аквариум Все ко мне! Гори в аду, гнида! Подозрительная активность Это когда ты долго загружаешься И тебе выдаёт вот такую табличку с ошибкой После чего ты перезагружаешься И тебе вылетает вот такая таблицка Подозрительная активность Подозрение у них есть У нас есть подозрение, что во время нескольких прошлых запусков Что-то пошло не так Да ладно! Вот что здесь может идти не так? Долго жду загрузки и влетает ошибка У них есть подозрение С одной стороны это хорошо Ведь так предотвращают кражи твоего аккаунта Но обычно твой аккаунт могут стыбзить Когда ты сам отдаёшь свои данные На событии с донатами, например Или ты скажешь, что проверки не нужны, да? Не нужны? Но если ты свои данные не палил, возникает вопрос Что за хрень? Это что-то вроде аналога ушла к стилисту Только в нашем случае аватария уходит только от тебя Остальные же игроки могут сборгоненько находиться на сервере Пока ты долбишь мозги с этой грёбанной ошибкой И что самое бесячее Это то, что после каждой перезагрузки Эта табличка всплывает всё снова И снова И снова И снова Ругательство Их, конечно, блокируют звёздочками Но эту цензуру можно обойти Всего лишь поставив точку на конце слова Что очень часто делают малолетние сапожники Раньше цензура мобильной аватарии вообще доходила до абсурда И банила за слово рубль Ну, наверное, потому что в конце есть Три весёлых буквы Но хотя бы сейчас против рублей Мобильная аватария ничего не имеет Но это, конечно, уже маразм Совершение ли сейчас Системы цензуры Не знаю Во всяком случае Я теперь могу свободно говорить о рубле Но если учитывать то, что Обычными ругательствами Можно раскидываться направо и налево В том числе и матами Цензура не совсем совершенно Ведь можно в конце и середине поставить точку Ой, а матные ники Это вообще отдельный вид искусства Искусство, конечно же, в кавычках И такая свобода в никах Очень сильно распространена И ведь даже пожаловаться на них нельзя Мне что, каждый раз скринить матный ник И отправлять его в поддержку? Неприличные ники здесь буквально повсюду И ладно бы просто был го бухать Существуют и такие О которых Просто стыдно сказать И вообще Не рановато ли этим мазафакерам Так выражаться? Привет, меня зовут Я тебя сейчас Брод, понял ты меня? Чучха Внучок, ты чего там такое говоришь? Сейчас визюлей тебе буду давать Ирод ЙО! Мошенники Ох уж эти мошенники О да, этих мазафакеров Извиняюсь Этих весьма неприятных людей Я не мог обойти стороной Что не событие, то нагребалово капитальное Промо за поды, поды за поды Продажи аккаунтов И даже клонирование Здесь до сих пор верят в клонирование Как будто для мобильного Atari Есть специальные программы И они клонируют абсолютно всё Только биги Ну а если хочется набить комфорт себе Любой ценой То в принципе и малые подарки подойдут И даже ромашка сойдёт Ну или не ромашка А просто Цветочек И даже не знаю кто бесит больше всего Хреновые программисты Которые якобы знают о накрутке золота И клонирования Или же тип мошенников Пром за под Приходишь на события за честным обменом А получаешь пинок под зад И выгон в подарок И лучше бы конечно отделаться Обычным выгоном А если ты уже подарил что-то мошеннику С этого уже начинает бомбить ещё больше Я согласен что над ними можно поржать Но тем не менее всё равно бесит Вокруг сплошное нагребалово Везде так и норовят скоммунизить у тебя подарки Честный обмен? Нет не слышали Я лучше буду сдирать с тебя подарки А потом выгонять нахрен Так же намного проще Париться не надо Что могу сказать Гореть мошенникам в аду Вместе с рекламщиками Для них есть отдельный котёл А перед тем как назвать последний пункт Вот моменты достойные упоминания Когда раньше тебя сели на качели Когда путаешь да и нет при покупке внешности Когда ты заходишь на события А оно либо закрыто Либо там никого нет Или же данный создатель события Спит Ну и пятая ситуация Раздолбайские события Это уже аналог соседей раздолбаев Когда ты случайно нажимаешь на своего соседа Особенно во время какого-нибудь жаркого спора Ну или просто интересного разговора Здесь же в роли соседей раздолбаев Выступают события Благо они не на видном месте Как в компуктерной аватарии И вся фишка в том Что ты просто можешь листать события И нечаянно нажать не туда БАБАХ Но это ещё цветочки Когда ты действительно нашёл Какое-нибудь интересное событие Но опять нажимаешь не туда Вот тогда действительно начинается бомбёж Зачем меня заставили прийти на свадьбу И ничего ведь не поделаешь Придётся заново искать это долбанное событие Которое тебе приглянулось А событий в мобильной аватарии Очень много Уж поверь Поэтому и бомбит от данной ситуации Напиши в комментариях Что тебя больше всего бесит в мобильной аватарии Ну и подпишись на мой канал Нажми на раздолбанный колокольчик Чтобы не пропустить новых видосов На мой бункер князича тоже подпишись Ссылка в описании Поставь лайк этому видео Поделись ему себя на странице И не забудь оставить комментарий под этим роликом Всем пока До свидос Вот и всё Теперь вы можете насладиться лучшими комментариями Под прошлым видео Подписывайтесь на канал Ставьте лайки А я пошёл баклажаны продавать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok